Привет, дорогие друзья! С вами Дедушка Реборн. На дворе 31 декабря, через несколько часов настанет Новый Год, а это значит, пришло время подвести итоги 2018 года и поделиться планами на будущее. А начать я хотел с предыстории того, как я всё-таки попал на YouTube. В далёком 2013 году я открыл для себя эту платформу и загорелся огромным желанием начать выпускать на ней видео. В то время я был, может стать, командным игроком и поэтому решил поискать для себя компаньона среди своих друзей. Спросил у большинства своих друзей, не хотят ли они создать канал на YouTube. Многие отказались. Многие говорили, ну давай попробуем, но дальше слов так и дело и не зашло. Но вот в один прекрасный день, спустя аж целых 4 года, два моих друга решили помочь мне и создать вместе канал. Решили мы начать со скетчей. Блядь, майонез закончился к салатам. Ты там заодно майонез купи, блядь! Нарлес поменял. Ты чё ебанутый? Выпустили примерно 4 или 5 видосов и на этом закончили. Я каждый раз пытался собрать нас вместе, продолжить снимать контент и выкладывать на YouTube, развиваться. Но у меня ничего не получалось. И в тот момент я понял, что нельзя на кого-то рассчитывать и нужно начинать делать самому. И чтобы долго не размышлять и выкладывать хоть что-то, я на свой канал, на котором вы сейчас смотрите это видео, начал выкладывать описание к фильмам. Да, конечно, это простой контент и он не несёт ничего полезного, но хотел попробовать хотя бы начать с чего-то. На протяжении месяца я снимал подобные видео. Большинство из них не пользовались популярностью и вы их сейчас не найдёте у меня на канале. Но некоторые даже каким-то образом стрельнули. Например, описание фильма «Тихое место» собрало к этому моменту уже порядка 900 просмотров. Семья с детьми живёт уединённой жизнью в заброшенной сельской местности. Их быт давно отлажен так, чтобы в нём не было места звука. Они общаются на языке жестов, ходят босиком, едят не используя столовых приборов и даже детские игры проходят в совершенной тишине. А это я скажу достаточно много для такого контента. Как я уже сказал, такой контент я выпускал примерно месяц и всё-таки решил сделать что-то своё. И в конце февраля я выпускаю первый краткообзор на фильм «Чёрная пантера». Фильмики на вселенной Марвел прочно засели в наших кинотеатрах. Каждый год выходят две, а то и три картины. И этот год не стал исключением. Всем привет, с вами Реборн. Сегодня я бы хотел поделиться своим мнением о фильме «Чёрная пантера». И после этого понеслось. На своём канале я уже выпустил вот столько видосов. Точную цифру не помню, поэтому вы видите её сейчас на экране. Я запустил уже семь рубрик, которые развиваю по сей день и буду развивать в будущем. И у меня появилось желание узнать в своей группе ВКонтакте, ссылку на которую вы найдёте в описании, какая из рубрик моим подписчикам нравится больше всего. И как я и предполагал, такой рубрикой стала распаковка. Конечно, там всего было 11 проголосовавших, включая меня. Но всё же я был уверен, что распаковки на моём канале – самая популярная рубрика. Сужу я, конечно же, из просмотров, потому что они собирают больше всего просмотров. Самой непопулярной рубрикой оказалось «Кратко обзоры», с того, с чего я и начинал. И теперь я задумываюсь, а стоит ли мне продолжать выпускать обзоры на фильмы. Но судя по тому, что эти видосы не приносят ни просмотров, ни подписчиков, я думаю прекращать эту рубрику, либо перенести её на второй канал, о котором чуть-чуть попозже. Самым просматриваемым видео на моём канале стал обзор «Бестиария», который набрал порядка 2000 просмотров. Но это, скорее всего, из-за того, что оно было запущено в группу создателя этого «Бестиария», в котором было порядка 30 тысяч подписчиков. На следующем месте по популярности у меня идёт обзор моей коллекции комиксов, часть 1 «Харды». Но это, в принципе, и понятно, ведь мой канал посвящён гик-тематике. Самым залайканным роликом стал тоже этот же ролик с моей коллекции комиксов. Там было порядка 70 лайков, точную цифру вы сейчас видите на экране. А самым задизлайканным роликом, как неприскорбно мне сообщать, стала самая последняя распаковка в этом году. На момент записи ролика на ней уже 6 дизлайков, а это очень много. За этот год, точнее за 10 месяцев, мне удалось собрать 260 подписчиков. Я рад каждому человеку, который на меня подписывается. Я искренне благодарен им и каждого люблю по-своему. Но, как мне трудно это признавать, это очень маленькое число подписчиков. Конечно, я продолжу делать контент, и контента будет ещё больше, чем было до этого момента. Но иногда мои руки опускаются, и я думаю, а зачем я всё это делаю? Тратится на это много времени и сил, но я не буду забрасывать канал и продолжу его развивать, потому что мне нравится создавать видео, и нравится дарить вам радость. Итоги мы подвели, теперь я бы хотел озвучить свои планы на будущее. Как я уже сказал, я продолжу развивать этот канал, и контента будет гораздо больше, чем было до этого момента. А также я давно бы наше в планах создание второго канала, на котором я буду выкладывать видео, не связанные с гип-тематикой. Более хайповые, так сказать. Вдруг второй канал сможет развиться быстрее, и тогда я буду поддерживать два канала. Но я бы хотел вам задать вопрос, как вы думаете, стоит создавать второй канал, или просто выпускать рубрики, не связанные с гип-контентом, на этом же канале? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Также в будущем году я собираюсь начать проводить стримы. У меня уже с Алиэкспресса идёт микрофон, который я установлю у себя на рабочем столе, и уже смогу нормально с вами общаться. Осталось прикупить только веб-камеру, но я думаю, это сделать попозже. Поэтому вначале будем с вами просто общаться, и, извините, видеть вы меня не сможете, потому что моя вебка давно сломана. Но всё же, это уже разнообразит контент, ведь у нас наконец-то появится живое общение. Вы сможете мне высказывать свою конструктивную критику, я буду её выслушивать и стараться делать свой контент гораздо лучше. Надеюсь, в следующем году у меня это получится. Также я рассчитываю в следующем году набрать, ну, хотя бы первую тысячу подписчиков. Желательно, конечно, забрать хотя бы сто тысяч, но я понимаю, что это нереальная цифра, и тысячи я буду очень и очень рад. Надеюсь, вместе с вами мы сможем это сделать, и я буду тысячником. Но на этом пора заканчивать. Я бы хотел вам пожелать в следующем году, чтобы ваши мечты всегда сбывались. Чтобы то, к чему вы давно стремились, наконец-то начало воплощаться в жизнь. Я хочу, чтобы вы в следующем году все дела, которые вы откладывали на потом, наконец-то реализовали. Потому что, если вы будете тянуть так же, как и я, целых пять лет, в дальнейшем ваши мечты будут сбываться гораздо труднее. Никогда не откладывайте на завтра. Делайте именно сейчас. Ну и не забывайте ставить лайки под этим видео, подписываться на канал, оставлять комментарии. Мне важно видеть вашу поддержку, вашу критику, и просто знать, что вы меня смотрите и меня поддерживаете. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за то, что вы прошли со мной этот трудный год, и надеюсь, вы останетесь со мной в дальнейшем. С наступающим вас 2019 годом. Пока.